С 6 июня женщина поехала вместе с подругой на дачу. Поработав на участке, они решили искупаться. Несмотря на поздний вечер, на берегу отдыхало множество народа. И люди видели катер, который ехал на приличной скорости с выключенными фарами. Соседка погибшей Екатерина говорит, что ее дочь кричала ей, чтобы она плыла к берегу. Но женщина не успела. Спортсменка, физкультурница, красавица. Господи, ну что, такая добрая, добродушная, добродушная женщина. Мы с ней, вот я работаю в фитнесе, она туда ходит на тренировки, на тренажеры, на танцы. Очень уважаемые на работе здесь, в соседях. Остался сын Ромы, 20 лет. Пошли купаться вечером. Народу на берегу было много. Много свидетелей. И кричали, давай, ворачивайся, катер идет. Но никто не думал, что он так близко к берегу подойдет. Похороны погибшей 41-летней женщины откладываются. Сотрудники оперативно-спасательного отряда продолжают поиски головы и руки погибшей. Водолазы уже второй день кропотливо исследуют дно. Поиски затрудняются тем, что на дне практически отсутствует какая-либо видимость. И плюс к этому, ко всему, очень сильно захламлено. Рядом гидротехнические сооружения. То есть на дне находятся различные бетонные конструкции, арматура и прочий строительный так называемый мусор. Что известно, это катер белого цвета с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил. Отметим, что полицейские до сих пор не сдержали подозреваемого. Виновному в этом преступлении грозит до 7 лет лишения свободы. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.